Большую встречу организовали для руководителей учреждений и педагогов Ленинского района специалисты компании «Образовательные системы». Занятие условно было разделено на два блока – теоретически и практически, и включало работу не только с модераторами платформы, но и с руководителями учреждений образования. Задача максимально полна и в доступной форме – рассказать педагогам о том, как правильно пользоваться интернет-платформами, электронный дневник и электронный журнал, а также услышать первые отзывы о работе системы. Люди делятся своими впечатлениями, мы видим, что им это тоже нравится, у кого-то возникают какие-то идеи, они могут нам написать, мы их обязательно услышим, какие-то предложения, которые они нам вносят на таких мероприятиях. Поэтому сегодняшнее мероприятие, оно очень полезно так и для нас, так и, надеемся, для модераторов тоже. Электронный дневник – это один из шагов, предпринимаемых для развития белорусской системы электронного документа оборота. Сегодня только в Ленинском районе города процент активного использования платформы увеличился до 70, а в целом договоры на полное или частичное использование сервиса заключены со всеми 14 учреждениями. Конечно, отказаться от печатной версии дневника и журнала пока еще не представляется возможным. Однако теперь все чаще в учительской можно встретить педагога, выставляющего отметки за компьютером или планшетом. Для последнего существует удобная мобильная версия. Это процесс непростой и небыстрый, но мы стараемся помочь нашим педагогам, поэтому приглашаем представителей из Минска для обучающих семинаров. Также здесь на месте самостоятельно проводим индивидуальные групповые консультации, выезжаем в учреждения для обучения педагогов. Ну а они, в свою очередь, проводят родительские собрания, обучают родителей. И, кроме того, мы еще пошли дальше, мы провели работу с дошкольными учреждениями. Гимназия номер пять, на базе которой проходил комплексный семинар, учебное заведение с хорошей материально-технической базой. Здесь, прямо в процессе урока, учитель может, расположившись перед компьютером, выставить заслуженную отметку, записать домашнее задание или указать отдельное замечание для родителей. Родителям, детям очень нравится. Родители могут сразу наблюдать оценки, успеваемость, прогулы своих учащихся. Дети могут видеть расписание, уроки, расписание звонков, план мероприятий, которые проводятся в гимназии. У нас также у класса есть своя страничка, туда мы записываем все свои впечатления от мероприятия, загружаем фотографии. Кстати, оценить новую систему контроля успеваемости смогли и родители. Ребенок еще в пути, а новые отметки уже появились в журнале. В семье Ивачевых три девочки. Две из них, Марина и Лера, учатся в пятой гимназии. Обе уверенные хорошистки. Они с удовольствием посещают уроки и всегда открыты для новых знаний. С появлением электронного дневника в большой семье появилась и новая традиция. Теперь каждый вечер за чашкой чая Марина и Лера не только делятся яркими впечатлениями за день, но и просматривают вместе с родителями странички электронного дневника. Мы можем наблюдать за оценками, даже когда еще дети не вернулись со школы. Мы уже можем знать, какие дети оценки получили. Бывает иногда такое, что дети забывают дневники и еще по какой-то причине не все оценки бывают выставлены в дневнике. А в электронном журнале, в электронном дневнике мы можем проследить, какие оценки мы можем примерно представлять, что там у нас выходит за четверть. То есть в этом удобство. Кроме этого еще тоже большое удобство, как мы поняли, это в том, что мы можем общаться с учителями напрямую. Не по телефону, не приходя в школу. Потому что, ну, понятно, что учителя очень заняты, мы очень заняты. А если у нас возникают какие-то вопросы или у учителя, мы можем друг с другом общаться посредством этого электронного дневника. Например, там учитель пишет нам какое-то сообщение и просит обратить внимание на что-то, и он пишет это тогда, когда ему удобно. А мы отвечаем тогда, когда нам удобно. И получается такое, как бы, ну, комфортное общение. Механизм использования электронного дневника довольно прост. Каждый родитель получил от классного руководителя шифр, содержащий логин и пароль для доступа к странице учащегося. В принципе, чем-то напоминает использование социальных сетей, где есть разные наименования категории. Просто, понятно, доступно. И, кроме всего прочего, мотивирует учащегося заниматься больше и лучше. Новинку уже успели оценить и педагоги, и родители, и сами учащиеся. А то, в какую форму работы она выйдет на новой фазе своего использования, покажет время. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Андрей Щерб, Денис Величкевич, Дмитрий Лазарчук. Телекомпания БУК-ТВ.